В Сирии жизнь постепенно налаживается и все больше беженцев хотят вернуться домой. Прежде всего это те, кто живет в лагерях в соседних Иордании и Ливане. И вот эти поселения контролируют самые разные организации. И вот как раз они не всегда рады возвращению людей на родину. Почему, расскажет наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Сирийских беженцев, которые находятся здесь, в Ливане, да и в Иордании и в Турции, можно поделить условно на две части. Первая часть, это те люди, которые за 7 лет, что в Сирии длится война, успели построить здесь бизнес, купить недвижимость. Возвращаться они, конечно, не собираются. Здесь причина не в боевых действиях, причина экономическая. Вторая часть, это большая часть, это те беженцы, которые живут вот в таких лагерях. Они, конечно, хотят вернуться домой. Тем более у многих дома в результате боевых действий не разрушены. Вот это по меркам Ближнего Востока совсем маленький лагерь беженцев. Недалеко от Ливана, сирийской границы. Здесь проживает около 400 человек. Это менее 100 семей. Живут люди вот в таких времянках. Это либо палатки, либо самодельные сараи, фактически, которые возведены из мусора. Уже в ближайшее время эти беженцы рассчитывают вернуться домой, в Сирию, на территорию, где боевые действия закончились. Воду в лагерь привозят бесплатно раз в месяц, благодаря гуманитарной программе ООН. Ее, правда, хватает дня на четыре, не более. За остальные визиты водовоза беженцы платят сами. Есть электричество, но нет канализации. Жители лагеря работают на близлежащих фермах. Труд тяжелый и, конечно, малооплачиваемый. Из Ливана в Сирию за два последних месяца вернулось около 6 тысяч беженцев. Было бы больше, но у многих проблемы с документами. Правительство Ливана, Сирии, при поддержке российских представителей, решают проблему совместными усилиями. А вот здесь наглядно видно, что процесс возвращения сирийских граждан домой стартовал. Ранее пустыря не было. Стояли такие же времянки. После того, как люди уехали назад в Сирию, строение снесли. Эта женщина и ее семья оказались в Ливане не потому, что бежали от войны. Тогда, в 2011 году, и не думали, что придется задержаться на 7 лет. В нашем поселении под Хомсом уже безопасно. Мы и ранее приезжали на заработки в Ливан. Но война началась, и мы решили остаться. Как только нам предоставят автобусы и восстановят документы, поедем на родину. После того, как победой завершилась операция на юге Сирии, и сразу три региона страны теперь полностью контролируют правительственные силы, желающих вернуться домой действительно стало в разы больше. К тому же, например, большая часть провинции Дыра была освобождена от незаконных вооруженных формирований благодаря переговорному процессу, которым руководили российские военные. То есть инфраструктура и дома не пострадали в ходе столкновений. Это Иордана, сирийская граница. В королевстве сейчас находится около миллиона беженцев из соседней Сирии. Большая часть проживает в регионе, который граничит с провинцией Дыра. На севере Иордании три больших лагеря. Самый крупный вообще, пожалуй, стал символом проблемы беженцев. Самый большой лагерь беженцев на Ближнем Востоке – Иорданский Азатри. Несколько лет назад население этого даже не лагеря, а города – около 100 тысяч человек. Сейчас около 80 тысяч. Большая часть сирийских граждан бежали из южных провинций Арабской Республики в тот момент, когда территорию захватили боевики, то есть в 2013 году. Сейчас правительственные силы вернули контроль над тремя провинциями. Там обеспечены безопасности. Беженцы могут возвращаться домой. Могут, но не все пока хотят. Азатри действительно похож на город. Центральная торговая улица, сплошь магазины. В лагере действуют 32 школы, есть госпитали, нет проблем с питьевой водой. Но главное, многие здесь бежали даже не от войны, а потому что поддерживали противников Башара Асада. И не только из числа так называемых умеренных вооруженных оппозиционных группировок. Здесь бок о бок живут люди, которые лишились крови в ходе боевых действий, родственники членов незаконных вооруженных формирований и те беженцы, которые поддерживают радикальных исламистов. Оттого информационный фон искажен. Вот Беляль, обычный торговец, сбежал из сирийского города Дыра. Просто не верит, что дома безопасно. Главное, что у нас есть вода и крыша над головой. Живем в палатке, есть работа. Если мы узнаем, что дома у нас будут хотя бы такие же условия, то вернемся. Хотя условия уже лучше, чем в лагере. В Дыра, после того, как часть города, которую удерживали боевики, перешла под контроль сирийских военных, прекратились минометные обстрелы. Да и город пострадал не сильно. В этих домах уж точно комфортнее, нежели в палатках за Атаре. Есть еще одна причина. Сотрудники части международных гуманитарных организаций отговаривают беженцев переезжать. Причем используют разные аргументы. Одних пугают возвращением боевиков, других – вниманием правоохранительных органов Сирии. Таким образом, они пытаются спасти финансовые потоки, которые проходят через организации, что помогают беженцам. Причем это общая тенденция и для Иордании, и для Ливана. Наши иорданские братья в трудную минуту протянули нам руку помощи. Жизнь в лагере не сахар. Сейчас нам надо понять, насколько безопасны на родине и в каком состоянии наши дома. Если все в порядке, то вернемся. Чем больше беженцев возвращается, тем сильнее меняется настроение среди населения лагерей. К тому же процессы поддерживают и правительство стран, где более всего граждан Сирии, которые бежали из Арабской республики. Евгений Поддубный, Александр Пушин и Станислав Еловский. Вести из Иордании, Ливана и Сирии.